Всем привет! Это Мир Спорта на канале Успорта ТВ. Меня зовут Саня Малыхин. И сегодня я расскажу вам обо всех самых интересных спортивных событиях, которые произошли на прошлой неделе. И как обычно, чтобы у вас было хорошее настроение, вот вам старый добрый релаксант. И по традиции начнем с самых красивых моментов прошлой недели. Вот вам шикарный сухой лист в исполнении Димари. Вот божественный гол в исполнении старика Квальяреллы. А вот вам еще один гол из чемпионата Мексики. Он тоже офигенный, но он будет еще круче, если его смотреть под музыку из Бенни Хилла. Ливерпуль на прошлой неделе нанял себе специального тренера по аутам. Что в целом-то абсурд, но если игроки Ливерпуля под его руководством будут вбрасывать ауты так, то какие вопросы? Но все-таки Ливерпулю бы хорошего тренера для вратарей, потому что и Алисон уже начал чудить. Хусейн Бол провел свой первый официальный матч в статусе профессионального футболиста. И вот его первое касание. Ну и напоследок я покажу вам будущую звезду американского футбола. Пишите в комментариях, какой из этих моментов на прошедшей неделе, на ваш взгляд, был круче всех. Ну а я продолжу, потому что наконец-то закончилась эта мучительная квалификация, и мы знаем всех участников групповых этапов Еврокубков. Вот в Лиге Чемпионов российским клубам мало что светит. Вот даже ЦСКА, да что там даже, он как обычно попал в какую-то адовую группу, где Максимум может рассчитывать на выход в Лигу Европы. Там у него Мадридский Реал, Римская Рома и Чешская Виктория. Чемпионам страны Гранды не достались, но зато достались достаточно крепкие команды. Шальке, Порту, Галатасарай. Но учитывая ту игру, которую сейчас показывают железнодорожники, то им вряд ли даже приходится рассчитывать на зону Лиги Европы. Правда, есть и такие болельщики, которые утверждают, что Лок вообще выйдет в плей-офф Лиги Чемпионов. Я вот вспомнить не могу, где я их только видел. А, да. Какое дур... Вы что, угораете, суник? Вообще, болельщикам Локомотива, которые очень оптимистично настроены, стоит помнить одно. Вы все в жопе. По Лиге Европы там все просто, от России остались все команды, которые могут хоть на что-то рассчитывать. Но стоит отдать должное, Уфа неплохо боролась, но дальше прошел Глаз Грэнджерс, который попал в одну группу с московским Спартаком, Вильяреалом и Венским Рапидом. Так что для москвичей все должно быть... Изи, изи, реал-ток. У Зенита тоже простая группа, там Копенгаген и Пражская Славия, которых они громили в межсезонье в товарищеских матчах. Ну и французский Бордо, который давно уже не то. Краснодару достался турецкий ноунейм и Ильешский стандарт, которые в целом не должны составить больших трудностей. Ну а вот Севиле это уже серьезно. И ты сейчас жопой это почувствуешь. Самой дырочкой. В Севиле и так была крепкая команда, а тут они еще усилились лучшим игроком московского Спартака, а то может быть и всего российского чемпионата Квинс и Промес. Очень печально же. Я честно не понимаю, зачем нужно было переходить из Спартака прямо вот сейчас в Севилю. Ну то есть понятно, испанский чемпионат сильнее российского, но просто сам-то Квинс хотел в более статусный клуб. А Севиле не круче Спартака. По крайней мере не сильно. Это вот прошлогодний матч Лиги Чемпионов, тому подтверждение. Да и тем более обе команды играют в Лиге Европы. То есть получается, ты мог спокойно проявить себя в Лиге Европы в Спартаке, а потом зимой уйти в ту же Севиле, а то может еще куда. Это логично, ты прав. И все остальные тоже такие, да, в принципе, все логично, верная информация. Но в любом случае пожелаем Промесу удачи и перейдем к другим новостям, потому что тут стартовал новый сезон Континентальной Хоккейной Лиги, и его начало традиционно сопровождают две вещи. Первая, это как многие журналисты продают свои жопы для того, чтобы рассказать нам, что именно этот сезон будет самым непредсказуемым. А вторая, это то, как Лига посылает нахрен здравый смысл и изменяет правила игры в прямом и переносном смысле за несколько дней, а то и за несколько часов до старта. Вы чё гоните? Вы чё гоните? Безнаказанно! Вот просто так! Ну, с первым все понятно, жопы у нас всегда и во все времена прекрасно продавались, а вот второе гораздо интереснее. В КХЛ за несколько дней до начала сезона решили изменить систему начисления очков. То есть вместо трёх стандартных очков за победу будут начислять два, как и за победу в овертайме, как и за победу по булитам. И обусловлено это увеличением зрелищности. Мол, разрывы будут не такими огромными, да и в НХЛ так делают. Это какой-то бред. Жопа правда в том, что в НХЛ эта система достаточно часто критикуется и уж точно не используется для увеличения зрелищности. Там другие, более эффективные методы используются. Такие, как жёсткий потолок зарплат, равные возможности клубам, жёсткая конкуренция, ну и, конечно же, маркетинг. Да господи, в КХЛ нет даже нормального магазина, а они о системе начисления очков думают. Да, мы говорим одно, а делаем другое. Но это ещё не всё. Дело в том, что двухочковая система использовалась в российском хоккее в 90-е и только понижала зрелищность, потому что клубы играли договорники. Ну, то есть, получается, зачем пыхтить, стараться что-то выигрывать, если при всех возможных вариантах ты получишь то же самое количество очков. Ой, когда всё это кончится? Никогда. В общем, ребятки, российский хоккей опускается в ту же жопу, что и российский футбол, и имеет все шансы пробурить себе дырочку поглубже. А вот будет ли в КХЛ когда-нибудь править здравый смысл, фиг его знает, потому что это так же нереально, как лето до ноября, как Соловьёв ярый оппозиционер, как Малежик в Блэкстаре, ну или как позвать друга потусить на балкон без помощи телефона и соцсетей. Хотя... Ну, это ещё не всё, ребятки, я вам напоминаю, что вы можете стать соавторами мира спорта, для этого вам нужно прислать в комментарии к этому видео ссылочку на новость, которая вам кажется интересной, именно ссылочку. То есть, в прошлый раз писали вручную зачем-то огромное количество новостей, и так было очень тяжело искать. Ещё раз напоминаю, ссылочку прямо в комментарии кидайте, и я уже, когда буду готовить следующий выпуск, озвучу вашу новость, если она мне понравится, и сделаю на вас ссылку. То есть, я озвучу, кто мне её прислал, так что вы и я будем вместе в выпуске. Вот и всё, ребятки, держайте, жду ваших ссылок. Вызов принят. А вот теперь точно всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также не забывайте подписываться на страничку в Фейсбуке, Вконтакте, про Твиттер не забывайте. Также помните о том, что у нас есть страничка в Инстаграм, ссылочка в описании. И страничка, да какая страничка, это же целый канал, всё, хоккей. Так что тоже подписывайтесь, ссылочка также в описании. Ну и помните о правиле, если вам понравилось это видео, обязательно поделитесь им со своими друзьями, пусть они также порадуются и будут в курсе всех самых интересных спортивных событий, которые произошли на прошлой неделе. А так пока. Всем хорошего настроения. Выход в Лигу Европы. Там у него Реал, Мадрид, Мадридская... Такие, как жёсткий потолок зарплат, высокая конкуренция, равные возможности клубам. Жопа правда в том... Будет ли в КХЛ когда-нибудь править здравый смысл? Фиг его знает, потому что это так же... В общем, ребятки, российский хай. А вот теперь точно всё. А вот теперь точно всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также не забывайте подписываться на страничку ВКонтакте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok